всем привет меня зовут Татьяна и вы находитесь на моем творческом канале сегодня у меня будет небольшое видео о небольшом процессе последнее время я не то что не вышиваю потому что мне не хочется или у меня какой-то не вышивон я просто нет времени как-то поменялось немножко жизнь темп больше приходится уделять времени семье новое место работы и конечно я наверное может быть это возраст уже влияет чувствую что уже нету то их пройти для того чтобы сидеть до 2-3 часов ночи вышивать а потом утро и свежий бодрый выходить на работу 4 часа для сна для меня теперь это очень мало поэтому у меня просто не остается ни силы и времени на вышивку я как-то немножко подстухла но мне очень хочется вышивать я очень скучаю по вышивке решила все таки как-то себя немножечко распинать что-то начать делать чтобы снова хоть как-то войти в ритм ну совсем совсем по чуть-чуть чтобы вышивать впереди хэллоуин и я решила что собственно можно было бы наверное под эту тематику что-то сделать небольшое у меня есть небольшие какие-то миниатюрные дизайны но тут я не так давно наткнулась на совместный отшив который объявила мария бровка жутко милый со это дизайн состоящий из 16 миниатюрок мне конечно хочется вышить их не все но многие из срок реализации до по моему 30 или 31 октября в общем до конца октября и стоимость участия совместном отшиве всего лишь 100 рублей так что если конечно кому-то интересно можно присоединиться еще не поздно поучаствовать и я так подумала в принципе но даже если в недельку по такой миниатюр очки делать то можно сделать несколько подвесочек у меня есть страшное дерево которое я покупала у аннушки в группе вконтакте и как так холону немножечко преобразится давно я хотела это сделать но у меня как-то все не доходили руки в общем оплатила я участие в совместном отшиве сначала была мысль купить полностью дизайн и сделать когда-нибудь когда сделать но поскольку распинаться не получается и я не знаю чтобы я такого миниатюрного хотела бы сделать чтобы немножечко себя подтолкнуть как-то я вот досмотрелась на этот совместничек и миниатюрки крохотные и решил это собственно с этого и начать такие маленькие миниатюры вот прям минимишные я особенно очень люблю тем что они помогают или утилизировать остатки у меня есть я уже много раз показывала папки с неопознанными когда-то давно они у меня случились и какие-то и сейчас случаются но в общем неопознанные ниточки и я использую в таких вот дизайнах эти остатки у меня есть видео на канале на эту тему я ссылку оставлю на фонбоксе и в общем путем подбора я решила поучаствовать в этом совместнике для начала я почему-то пошла не сначала в конец а решила все таки из конца в начало всего в этом совместнике 16 миниатюр и я решила начать таки с 16 то самый подбор но подбор не путем замещения цвета или подбора по оригиналу нитки абсолютно нет подбор шел на глаз по картинке и опять же из того что было и вот у меня на таких вот самодельных органайзера хранятся такие остатки и там где были свободные ниточки которые я выдернула для этого отшива я повесила сюда то что но на таких миниатюр как особо не заморачиваюсь на организации не охота мне брать какой-то там деревянный органайзер организовывать это там в какую-то коробку я вот решила так сесть и вышить и то о чем я говорю смотрите в этом дизайне всего два крестика желтого цвета у меня нашелся вот такой вот замечательный остаточек 24 крестика там глазки 4 вот такой вот милый остаточек который отлично на мой взгляд подойдет по цвету и собственно он настолько маленький что после его применения все остальное можно уже в досвидание также тоже минимальное количество крестиков будет в крылышках у летучих мышек и вот тоже такой замечательный кусочек из остатков я нашла который прям вот вот совсем вот маленький маленький тоже его использовать и до свидания то есть таким образом я уже от двух цветов окончательно избавляюсь вот эти не знаю может что-то еще и по остается ну черный белый и вот этот вот вот беж что будет вот ну вот этот наверное останется ну что будет здесь не знаю уйдет не уйдет останется не останется но два цвета уже утилизируется раз и навсегда то есть так вот я люблю постепенно постепенно избавляться от неопознанных остатков чтобы у них вообще в конечном итоге не оставалось вот и подобрала вот такие вот цвета для луны вот таких три цвета и для облачков вот такие да по принципу из того что было максимально приближенные по оттенкам и долго думала я на тем на фоне какой основа мне это сделать естественная речь идет о пластике но здесь вариант белая канва меня не очень устраивает потому что белая луна белая на белом как-то не очень прозрачная как-то я задумалась черный у меня нету зато у меня есть вот такая голубая и вот и вот у меня дилемка либо я буду делать эту на вот этой голубой основке либо все таки я возьму прозрачную пластиковую кануну в общем буду думать и по факту уже надуманного вы увидите мой отшив и готовый результат ну что ж готова я показать то что у меня получилось и немножко рассказать приняла решение вышивать я на прозрачной пластиковой основе и вот первый мой результат вот такой летучие мыши на луны не немножечко получилась небольшая замена поскольку я все-таки подбирала из тех остатков которые у меня были и я старалась осуществлять подбору нисколько по картинке сколько сделать такой более правильный подбор из того что у меня есть луна она на картинке такое какой-то серо-сиреневый отлив имеет у меня он все-таки более рыжеватый потому что наблюдая реальной луной да можно увидеть разные оттенки в разном состоянии мне захотелось немножко поиграть на контрасте я выбрала вот такое сочетание сиреневых облаков на фоне рыжие луны чтобы это было ярко контрастно и эффектно на мой взгляд достичь этого мне удалось также я хочу сказать о том что в этой серии отшива я избавилась от желтых ниточек от коричневых ниточек и от вот этого светлого оттенка которые добавлены в луну то есть этот цвет у меня полностью утилизированы остались совсем небольшие хвостики которые никуда не пригодятся соответственно я смогла достичь своей цели не только в готовом результате но и по утилизации ниток еще пока не вырезала эту работу и соответственно еще не оформляла и как раз на этой работе у меня получилось немножечко раскачаться и я как-то так лихо отчиталась по ней и попросила следующую работу следующий дизайн выборная страшный дом дизайн страшного дома не знаю почему ну вот как-то понравился мне этот дизайн и я решила его вышить мне времени настроения не силами для съемки не было поэтому я даже не сняла как я подбирала ниточки что у меня осталось я собственно просто взяла дизайн и взяла его и вышла и получился у меня вот такой вот обалденный результат вот этот дизайн получился просто шикарный на мой взгляд по подбору не так без номеров а из того что было и здесь конечно у меня вошли в основу какие-то ниточки которые были запущены здесь я избавилась вот вот этих сирене розовых оттенков которые у меня были от вот этого желтого вот этого коричневого то есть здесь я тоже смогла применить нельзя кстати все остатки но опять же игры остались остатки до такой степени маленькие что их никуда не используют бывают ниточки такие приличные их оставляешь вот как на случай с летучими мышами где-то сделать один-два крестика или все и больше то и не надо единственная замена которой я здесь произвела это бэкстич бэкстич только сиреневые нитки малины а вот черный и вот этот такой нежный нежно-желтый и белый в облачках мне не понравилось как ложится двойная нитка у меня нашлись в таком оттенке нитки перле и мне кажется что здесь они получились как нельзя кстати и смотрится очень эффектно вот вообще конечно хотелось бы менять всю палитру ниток перле чтобы делать вот такие подобные замещения очень красиво это смотрится но пока это так в желаниях есть у меня вот черный белый оттенок вот такой вот нежно-нежно-нежно-желтый вот они у меня были и я решила ими воспользоваться ниток они затрачивают немного результат на мой взгляд просто потрясающий тоже я не успела вырезать не оформить хочу просто вот сколько успею в этом совместники игрушек вот этих вышить работок и только потом все вместе оформить потому что не знаю как они будут располагаться непосредственно на дереве или около дерева ну то есть это я все буду смотреть по ходу дела в целом дизайны достаточно простые не скажу что у меня за один присест получалось вышивать каждый потому что время меня ограничено но вот на этот дизайн он побольше у меня по моему ушло три дня потом потому что еще потому что они просто не перла вышивка вообще не шла я вышиваю потом понимаю что мне что-то не то начинаю распарывать то есть я первый день просто шила и порола шила и порола мама уже сказала все бросай не идет чего ты мучаешься но я все-таки вышила то что вот я хотела тот кусок и оставила поняла что слишком долго не вышивала конечно все тоже сказывалось плюс наверно то что все таки как-то себя пытаюсь заставить а заставить не потому что мне этого не хочется мне действительно этого хочется но вот как-то не раскачаться то вот эта работа у меня просто пролетела милом я ее вышива моментально в два вечера я поймала азарт на ней и надеюсь что следующие игрушки я тоже таким же впечатлением выше и успею вышить все те которые бы мне хотелось из этого совместника но посмотрим как будут обстоятельства со временем с настранением как она все пойдет а пока первый отчет по жутко милому сло и первые две работы вот такие милые миниатюры клоны у меня готовы и я готова дальше немножко себя раскачивать чтобы браться за свои долгострой планы которые у меня есть и их реализовывать надеюсь что все получится пожелаете мне удачи вот на этом видео буду заканчивать надеюсь оно было полезным понравилось ставьте пальчики вверх если это так подписывайтесь на канал если вы не подписаны надеюсь больше пропадать на долго я не буду но я всем желаю хорошего настроения успехов в вашем творчестве и прощаюсь с вами до следующего видео всем пока